кто такой приветствую евгений потемин христианин мы с вами не встречались никогда нет никогда не откуда вы кто место жительства краснодарский край а понятно так у нас все записывается и выставляется в интернет вы не против мне все равно как богу угодно ну ладно я слушаю вас как вы могли попасть на меня выйти ну это по моему просто очень жена как-то я попросил ее форум ваш там skype все это в общем не сложно было я позвонил вы же наверно получили мое сообщение что как позвонить во сколько и вы мне ответ сегодня может быть потому что много отвечает пока не встретимся не увидишь меня запоминать то смысла нету я отвечаю многим это в общем а так я смотрел ваши ролики ролики смотрел козлова смотрел а у козлова связь с козловым беседовал с козловым сергеем сергеем правда он спросил у меня как выставлять не выше я говорю не надо зачем мы поговорим с тобой потом он подредактировал что-то там подрезал ну как сделал так сделал я это для него что говорил то для него говорил он потом ролик этот выставил кое-что вырезал в общем не в этом дело это потом я пытался ему комментарии какие написать на всякую хулу на ложь он это стирает ну это пускай на нем будет ну в общем я позвонил и надеюсь на бога что господь управит если богу угодно общение будет у нас а если нет то и не получится вы меня слушаете я слушаю вас я только сразу хотел вас спросить а вот у вас потолок такой это вы где находитесь в комнате где живете да да это комната где живу ну это потолок такой как во временке делается я люблю так а это ж старенький хатка это не дом это хатка саманная у нас ролики не монтируется вот как есть от и до так и выставляем я не умею этого делать и поэтому всякие сокращения не приветствую а вот как есть так и было то наше оно все перед богом поэтому еще скрывать это люди находят пользу в этом в общем я хотел бы вам сказать ну прежде я хочу сказать что есть евангелие есть царствие божие которое превыше всякого разумения кто пытается умом постигнуть тайны позже кто в ересь впадает обязательно есть тайны церкви которые вообще миру недоступны я не знаю как вы вот то что я вам скажу это это в принципе это тайны а хотел сказать о вас что я думаю о вашем служении ваше служение это божественное служение но мир конечно же мир он и то мягче воспримет его нежели народ верующий вот как иоанн предтеча был в мире и не только пророков убили где в израиле не туземцы убивали пророков убивали пророков не где-то там людоеды какие в израиле народ примерно треть израиля а вот как пал дьявол и ангелов треть увлёк так господь сказал что отец ваш дьявол кому он говорил евреям иудеям израильтянам и он не шутил господь вообще он не хулит вот иногда говорят он хулил он никого никогда не хулит он естественно то что он говорит это истина и вот так сейчас ваше служение это вывод вы должны открыть глаза мертвецам что они мертвы это служение это крещение Иоаннова думаю что уж вы поймете что я говорю это далеко не для каждого я почему-то сейчас нервничаю редко со мной такое бывает я в основном спокойный я помолюсь а я не 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 мать не 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 но да и Мир не воспринимал божественное, и божественное оно сокрыто всегда, всегда сокрыто. Даже самого Иисуса Христа пришёл царь Израилев, и его не распознали. Но распознал тот, кто и должен был распознать. Остальные возненавидели, искали его убить, и в конце концов его распилили. Этому надлежало быть всему. Вот так и сейчас. Господь говорит, я первый, и в последних я тоже. И служение Иоаннова, предтечи, это было служение тоже не принял никто. Из фарисеев, книжников, саддукев, единицы. Вот так и сейчас. Из начальствующих. Единицы только, которые от Бога. Но эти единицы, это не наёмники. Остальные наёмники, карьеристы, духовные карьеристы. Кто такой наёмник? Это кто нанялся. Вот он нанялся, делает карьеру. У каждого свои соображения. Вот наёмники, которых много было тогда. Они подвязались быть учителями. И они не восприняли. Господь сказал, что задал им один вопрос. Крещение Иоаннова было с неба? От Бога или от человеков? Они сказали, не знаем почему. Потому что если скажут, лукавят тут же. Если скажут с неба, а почему вы не крестились? Если скажут, что от человеков народа боялись. Вот и сейчас вы боятся. Вот вас, например, трогать боятся. Почему? Боятся народа. Вы думаете, что они? Да на куски бы порвали. Давно бы. И хранимы Богом. Вот две причины. Они боятся по-человечески. Бог дал им этот страх. Народа боятся. А главное, Бог хранит. Как он хранит, это он знает. Сейчас последнее время. Последнее время. В сфоре пойдут уже жнецы и делатели. И будет суд. А перед этим, перед этим... Говорите, я рядышком. Должны приготовить путь Господу. Второе прошествие. И вот ваше служение. То ведь путь Господу. Чтобы народ отвернулся от грехов. Ну, как Иоанн учил. Покайтесь. Приготовьте путь Господу. Что значит покайтесь? Ну, просто пойти там исповедаться или что-то. Нет, это не покаяние. Это мерзость, что творится. Потому что он покаялся, как бы пошел повернулся и делает то же самое. Так они научны. Так это общение. Так они понимают. Вот он так понимает. Они обмануты. Все обмануты. Абсолютно. А истины не знают. И вожди их не слепые. Они сами слепые. Но сейчас необходимо, чтобы народ уразумел спасение. Не понимают. А как спастись? Что спасение? Но не все озабочены этой проблемой. Озабочены этой ситуацией. Только Божьи озабочены. Есть Божьи, которые в православии, по миру. Есть Божьи. Он пришел спасти людей своих. Не все его. Далеко не все его. И Бог не всех любит. Нигде не написано. Это хула на Бога. Когда говорят, Бог всех любит. Это дьявол так обманул. Идите все. Придите все. Все нуждающие. Все обремененные. Кто души? Придите. А идут все. Кто? Плевелы пришли. Много плевелов. Волки. А волки? Кто такие волки вообще? Это же не серые волки с леса пришли. Волк это кого? Влечет дьявол. А зачем влечет? Свои корыстные цели. Во-первых, в царстве жизнь вечно услышал. И бесы веруют. И эти поверили. И идут, чтобы получить жизнь вечную. А Иоанн говорит, кто вам внушил? Кто вам внушил? Он этого не говорит. А кто это вам внушил? Дьявол внушил. Бежать от будущего гнева. Вот как гнев был. Но тогда в народе боялись Бога, что на суде гнев явит Господь. Вот сейчас Господь придет, когда? Он же уже придет не миловать. Все. Милость была тогда. Тогда он возвестил. Тогда образ... Почему образ голубя был? Это мирно. Он говорит, не судить пришел я. Не судить. А он спасти и благовествовать, миловать. А вот теперь излитие гнева. Теперь он придет уже судить. Уже миловать он не придет. Уже все. Закончилось время. И вот сейчас, в последнее время, если кто крестится в Иоанново крещение, а этот Иоанн, это сегодня в духе Ильи, это Игнатий. Игнатий. А вот хотел отчество сказать. Тихо. Я очень помню, хорошо знаю. А вас как звать величайзи? Назовите, пожалуйста. Звать величайзи. Меня по паспорту, Евгений Георгиевич, по паспорту, в Господе у меня другое имя. Но это необязательно. Не обязательно. Кому надо, тот знает. Мало кто знает. Но это ладно. В нашем разговоре это не важно. И вот почему у меня закрылось сразу сказать, что Тихонович. Потому что не Тихонович, а Игнатий Божий уже. Мы искуплены от всего мира. И от родителей, и от предков своих принадлежим Христу полностью. Если кто не возненавидит отца своего и мать, категории какие берутся? Это не соседи, это мать, отец, и братьев, сестер. Вот только про жену не написано. Детей своих не возненавидит. Не может быть моим учеником, Господь говорит. Ученики — это особо избранные. Это сыны Божьи, которых сейчас хотели бы видеть овцы. А где же сыны Божьи? Где же сыны Божьи? Вот они читают. А где сыны Божьи? Не видят. А почему? Через них спасение они будут получать. А они уразумеют, что в прощении грехов спасение. Вот в Евангелии, послания, спасение не для всех одинаковое. Есть духовные иудеи, духовные. Это не плотские, что таковы по плоти, но духовные. Вот от них спасение. От духовных иудеев. Это ученики. А всё смешали, не разумеют священного писания. И всё смешали, перемешали. И то, что ученикам говорят это народу. Делайте это, делайте это, делайте то. Вот Нагорная проповедь, Нагорная проповедь, это ученики, внимательно если почитать, даже здраво. Ученики приступили. А народ внизу стоял. И какой народ? Это израильтяне стояли. Это не какие-то языческие народы стояли. Это израильтяне, это народ Божий. И Господь говорит вам, дано знать тайны царствия, а иным в притчах. Вот в притчах. Всё Писание, оно в притчах. А духовный смысл, духовный смысл, Господь открывает. Кому? Младенцам начинает открывать. Рождённым от Бога. Не от плоти родились, а от Бога родились. Вот этот рождённый от Бога, это внутренний человек, который в христианине, ученике Христа. А для чего, ученики? Чтобы достигнуть... Вот я сейчас перейду сразу, мне пришла мысль. Вот это... Кто такой отец в церкви? Кто такой отец? Написал вам, пишу вам отцы, потому что вы познали Исущего от начала, Иисуса Христа, Сына Божия, познали. Познали. А в нём, это внутрь себя, а в нём, потом говорит, написал вам уже потом через время, написал вам отцы. Уже пишу, а это написал вам отцы, потому что... Объясняет, почему отцы? Потому что вы познали безначального. Вот во христиане отца познали. И вот когда приветствует апостол, посланник, он говорит, что от Бога Отца и Сына Его, Иисуса Христа, это только может посланник, это только уже может в ком воскресенье внутрь совершилось, такие слова произнести. И молитва, Отче наш, это не всем. Ученики приступили. А читают люди и думают, так, это всем. Не всем. Не всем в притчах. А народ, народ, он не обуздан. Господь говорит, ну так в Писании, что не обуздан. Почему? Потому что откровения нет. Откровения только от сынов Божьих, учеников. Так всегда было. И вот ныне, ныне, много по миру детей Божьих. Это овцы, суть человека. Написано овцы, суть человека. Их много, но их притесняют в основном. Там и волки, и крокодилы, и кого только нету. И вот Господь сейчас выводит, привлекает к крещению. Вот крещение, которым вы крестите сейчас, а вы уже крестите, ваше крещение водное, но ваша вода – это ж не речка, это не эта вода, то прообраз. А вот в последнее время эта вода – это ваше обличение. Какое обличение? Покайтесь. А покайтесь – это не то, что вот прийти и сказать. Покайтесь – это обратитесь. Обратитесь от злых дел ваших к Богу и вере. Это обращение. Но вы это всё знаете. А зачем покаяться? Ибо приблизилось царствие. А что такое царствие приблизилось? Где оно? А это Иисус Христос. Он – царствие. Всё Он. Вот царствие Отца – это Сын. Он в Отце. Отец. Царь в Сыне. А через Сына Он царствует уже над творением. Через Сына. А доступ к Отцу – только через Сына. Только через Сына. И молитва Отче наш, сущий, на небесах – это только детям, Он сказал. А детей Он избрал, апостолов, детей своих. Ещё у Него дети есть. У Него очень много детей. Ну, вот вы говорите, когда о своём избрании. А как иначе? Вот им не нравится, что так говорит человек о своём избрании. Они сразу ненавидят это. А вот кто от Бога, он сразу обрадуется. Скажет, вот избранник, вот хорошо. Они говорят, Он влюбляет в себя. Это что за это? Какие-то уже извращенцы с такого угла смотрят, что Он влюбляет в себя. Они видят, что человек не влюбляется, а Он возлюбил ближнего. Вот кому Вы ближний, это не от Него зависит уже. Бог делает так, что Он начинает любить ближнего. И вот кто ближний, тоже кто ближний. Говорит, тот, кто рядом, вот Козлов мне говорит, да кто рядом со мной, тот и ближний. Ну, пускай он тебе будет ближний. Кто рядом там, если тебе так, для христианина это не так, например. Вот даже кто отца своего возненавидит, и мать свою, это уж куда ближе. Куда ближе, а должен возненавидеть. Ради Христа, ради Христа, потому что всё Он. Вот как внутрь человека происходит. Освободить заключённых из темницы, да, пришёл. Каких? Душа заключена вот в этой плоти, в этой темнице. Вот душа в этом мире, она неплохо в этой темнице. Всю жизнь плохо, всю жизнь в этой тюрьме плохо. А Господь освобождает. Куда? Дверь Христос, и этой дверью выходит внутрь себя. И заходит внутрь себя. В царствие заходит Отца. Господь говорит, мир мой даю вам. Какой мир, который потом Он спасает? Это мир, который Он уже предназначил для спасения, и который Он возлюбил. Не этот мир. Этот мир омерзительный. Этот мир к огню. Этот мир князь мира сего дьявол. Здесь правят духи. Здесь нечистые духи. Всё нечистые духи. Есть злые нечистые духи. А есть нечистые духи знаменитые. Всё нечистые духи. И вот душа, она соединяется, но это только кто от Бога. Вы почему не слушаете слов моих, Господь говорит? А потому что вы не от Бога. Вот изначально вот так. Он Бог. Кто Ему что скажет? Если ты не веришь, если ты просто простолюдин, если ты в мире, вообще Евангелие, если ты не воспринимаешь... Вот у меня сосед недавно умер. Он вроде как православный ходит. Жена его туда тянула всё время. А он такой, ну вот как подкаблучник, в принципе. Хотя такой он мужественный вроде бы среди мужиков. А дома он подкаблучник. Всё равно поборола его жена. Всё равно. И таких много. Они вроде такие бойкие, такие мужественные, в общении где-то, на работе. А там одна домой придёт, и вот эта женщина вроде, она подминает. И вот она его водила. Так он из каких людей? Он не божий. Он просто язычник. Но он не злобный. Вот он мне только помогал, например. А есть язычник, но он ненавидит. Он просто ненавидит христианина. Потому что мир возненавидел. И в основном это не язычники. В основном не язычники. В основном они пришли, вот эти волки, вот эти плевелы. Вот Господь говорит, никто не приходит ко мне, если кого не привлечёт Отец мой Небесный. Вот когда идут, вроде как уверовал, потому что обетования какие? Жизнь вечная, спасение. А потом ещё читают царственные, если будет царей, священник. И он думает, вот это да. А дьявол им, конечно, иди. И влечёт уже не Бог его, куда? В собрание, к верующим. А влечёт дьявол. Для чего? Чтоб там всё разрушить. Цель дьявола. Но чтоб дьявол не делал, всё равно Евангелие исполнится. Всё содействует к обламу. Призвано, избрано. Всё содействует к обламу. И вот сейчас я, я просто вижу, мне потом было открыто. Сначала я увидел, я не помню, как ваш ролик, какой он был первый ролик, я увижу. Я не помню. Потом опять. И я задумался, я молился. И Господь мне открывает, что же происходит. Я же знаю, что это ж не просто так. В православии происходящее. Я вижу, что это действия весьма духовные происходят. Я ещё не знал, от Бога это или не от Бога. Но я уже видел, это духовные действия. Потому что по плоти это невозможно просто. Но потом начал Господь мне приоткрывать. Приоткрывать. И вот я подумал позвонить вам. Ну, поговорить, поделиться своим откровением. А уже ваше как бы дело. Как на это посмотреть? Всё, что вы говорили, это близко. Это духовно. И это должны знать все. Не все приходящие ко мне, не все говорящие, Господи, Господи. Господь говорит, куда это ведёт. Пришёл к своим, не к чужим. И свои не приняли. И вот нападает когда-то на меня около храма. Я говорю, ты знаешь, Евангелие-то, неужели я не считал? Но, может быть, ты в семинарию учился, да? Поэтому у тебя всё испорчено. Семинария Академии нужны вам только для того, чтобы оправдать любое безумие. Любое беззаконие церковное. Да вы знаете. Дальше я его уже спрашиваю. Конкретно. Скажите, почему Христа не приняли иудеи? Не язычники. Язычники его приняли. Пришёл к своим. Потому что образ его был показан неверно. Он должен был на коне. Не все ли время устанавливать царство Израиля? То есть свержит ненавистное римское владычество. И вдруг совершенно другое. Идёт на распятие. Они его не узнали. И сейчас, я говорю, вы образ тела Христова показываете неверно. Тело Христово – это очищенное от греха. А не так, что батюшка фартуком и Петрахилию накрыл. Всё, прощается. Иди на новые подвиги в этот же день. Вы не знаете... Игнатий Николаевич, извините. Я со всем этим согласен. Но я это всё слышал уже. И я согласен. Но понимаете... И вы это понимаете. Вот я Козлову говорил это в комментариях. Написал несколько комментариев. Он это всё стёр. Вот как раз я ему написал. И я говорил, беседовал с одним. Я говорил, кто для верующих Иоанн Креститель. Вот когда он был... Был он в пустыне и не был он в Иерусалиме, даже в окрестностях. Кто он был сейчас для верующих? Это же вершина такая, что без всяких сомнений и... Векословий. Вот если бы он сейчас явился, все бы ниц пали перед ним. Тем более православные. Тем более православные пали. А Игнатий не меньше. То я отвечаю за свои слова. Я сказал, Игнатий не меньше. Вот когда Ян пришёл тоже. В Авритище ходил. А он... Говорят. А вот Игнатий кричит. Там у них претензия какая. У тех, кто противится. Тех, кто ненавидит Господа. Они всех Бога ненавидят. Они просто враги. Они что говорят? Кричат. Я говорю... Я недавно разговаривал. Не буду говорить с кем. Кстати, мне позвонил по скайпу. Вы его отлично знаете. Из ваших последователей. Человек. Может он вам рассказывал. Я не знаю. Я ему сказал. Ну хорошо. Ты хотя бы фильм. Посмотри, где Иоанн Креститель. А это всё неправильно они делают. Крюшку поднял. Их чуть не гоняет. И говорит. Вы порождение эхидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И там никто не начинал. А что ты кричишь? Надо ласково говорить. Это не в духе христиан. Ну и скажем, это то. Они вот, что дьявол их обманул. Господь такое претерпел. Пришёл из-за своих, чтобы спасти. Но сейчас гнев его уже. Гнев. Он и зальёт гнев свой. Сосуды гнева уже готовы. Они уже набирают меру. Меру отцов своих. Это ж поколение. Всё духовно. Каждый человек это уже в конце. Это уже какие плоды принесут. Вот эти худые деревья, которые тогда ещё не любили, ненавидели Бога. Во всех, как сказать, народах. Вот их дети сейчас. Их дети тоже будут ненавидеть Игнатия. И вот это дерево, оно в огонь пойдёт. Весь род пойдёт в огонь. А дерево, род, который доброе дерево, должен принести плоды. И вот что будет с этим деревом? Духовно это всё намного глубже. Немудрое Божие мудрее мудрого человеческого. А очень просто они привыкли народу, чтобы они смотрели. Там кадилом помахали, свечки поставили, там поцеловали эти иконки, поцеловали. Уводят от Христа. Уводят. Что значит веровать во Христа? Ну, это всё допущено. Это так соблюдается всё, соблюдается. Как в Израиле. 400 лет не было пророков. Всё уже. Израиль уже приткнулся. Полнота времени, чтобы Христа приняли. Господа Иисуса Христа. И вот он пришёл. И что с ним сделали? И пророков всех убили. А сейчас что, лучше будет, что ли? Нет. Всё равно эти порождения Ехидина, они всё равно будут кусать, будут жалить. И это же сразу видно, что они там Скоротовские, каких там, Дулевичи. Это всё. Они себе подобных собирают. Но их мало сейчас. Трусливые. А вдруг? Они же какие? А вдруг? А если? А что? А что тот скажет? А что? Как Серёжа Козлов, например. Его положение ещё тяжелее, чем ихнее. И туда, и сюда. И так, и это. Бедный он замучается. Чем дальше он в эти интриги влезет, тем ему будет тяжелее. А то, что происходит сейчас, происходит, то что сделал Иоанн? Он сказал, все погибли. Что такое Иоанново крещение? Он в воду погружает это всё. Осознать, что мёртвые. Вот должны осознать через Игнатия Лапкина, раба Божия, посланника, что он мёртвый. Вот Дулевичи, они не осознают, что они мёртвые. Они живые. Они такие активные. Они евангелисты. С какими-то программами своими. Как это было тогда? Вот фарисеи, они говорят фарисеи. Да фарисей был праведней любого из них кратно раз. Фарисей — это ревнитель закона. Какого? Моисеева закона ревнитель. Павел, апостол, был фарисеем. Ревнитель закона. Это и есть у них принцип фарисейский. Это исполнение закона. Учителя народа. Их сравнить с сегодняшними вот этими... Ну, как их назвать, я не знаю. Архимандриты, митрополиты, митропресвятые, пересвятые. Я как-то в 95-м году сейчас вспомнил. Был во Владикавказе. В библиотеку зашёл. Православная библиотека. Хотел найти симфонию. И уже не первый раз зашёл. Второй где-то или третий раз, уже не помню. А там на первом этаже, на проспекте это находится. Небольшое такое помещение. И там молодые как бы общественники, или кто они, я не знаю, организовали это. там молодые юноши, девушка какая-то. Они как библиотекарь, общение имеются. И в окно они смотрят. И так, о, монахи идут. Афонские монахи идут. И идут двое. в этих чёрных одеждах. Такая походка. И они заходят. А в то время это ж, это как вот такое было чуть ли не чудо. Афонские монахи. Это ж советское время уже прошло. В советское время это, ну, всё вы это знаете. И заходят эти два монаха. Там такое благоговение сразу. И вот сразу вопросы. Им они там что-то перекрестили. Там поворот головы один, что стоит. И, в общем, начали они беседовать. А вопросы пошли какие? Вот если сосед громко музыку включает, вот что делать? Что? Это так раздражает, так раздражает. Прямо и вот монах начинает советовать, что делать. Вот такие вопросы у них. А я не помню, как разговор, а я ещё, ну, это было сколько? 20 лет назад. 25 лет назад. Нет, 20 с лишним лет назад. Я уже ещё так, ну, молодой был 20 лет назад. Не помню уже, как разговор начался. А они друг друга там. им лет по 22 или 24, а может 25. Ну, совсем молодые. И они друг другу. Отец там, Фёдор, да, отец это. И вот, видимо, у них какое рукоположение состоялось, и они уже два отца такие, и друг друга они так как... капитан такой-то. Да, старший лейтенант, ну, такие, имеющие звания, достоинства, такие авторитеты. Я не помню, что начал разговаривать с ним. Или они начали, или я начал. А они невежды вообще в слове. Абсолютно невежды они в писании. И вот он начинает написано, я говорю, ну, так не написано. Как не написано? Они где-то слышали и думают, что так написано. А это какие-то уже басни. Потом, вот так написано, я говорю, нет, не так написано, а вот так. И это злиться они начали. Они начали злиться. Один-то грек, один грек был, другой остин. А грек, он сам с Грецией, но по-русски так хорошо разговаривал. И вот два монаха. Вот что про монашество. Да кто бы не был человеком. Монах. Это всё человеческое. Ну, если просто человеческое. Ну, просто человеческое, если бы он был главный инженер там или какой. А они же вторгаются в божественное. Они же что делают? Они губят души. Вот страшно им. Страшно впасть в руки Бога Живого. Ну, этому надлежит быть. Я сейчас радуюсь. Я думаю, а где же у католиков? Я вот беседовал когда с этим человеком, я говорю, а у католиков Игнатий где? Вот у православных есть Игнатий. И благословил Господь так, помиловал православие, что послал Игнатия. Но так и должно быть. Надо радоваться. Православие должно радоваться, благодарить Бога за эту милость. Что-то... Вы меня не слышите, наверное? Я слушаю каждое слово. Вы меня не слышите? Хорошо слышу. Каждое слово. Это... А то изображение пропало у вас почти. Мутно-мутно. Я думаю, может и звук пропал. А видимость меня вы видите? Я вижу хорошо. Я... Я это писал в комментариях. Я говорю, должны благодарить Бога. А Игнатий начал открывать им. Думаю, может кто услышит, убоится в назидание для... Нет, все стирается. там. Я ему написал, как ты смеешь стирать слова Евангелия я там привожу. Ну, это его дело. И что они не делают, эти противники, вот, это все во благо верующим. Вот их не делай, это все во благо. Во благо Игнатию. Во благо все. Не может быть, чтобы они взяли и повредили. Они хотят повредить. Цель повредить, а на самом деле это послужит во благо для верующих, для спасаемых все во благо. я сказал, я говорю, должен быть в православии, должен, ой, у католиков должен быть тоже, свой Игнатий, тоже Господь их должен помнить. Никто, я не знаю. Я вот только вижу, что здесь. Вот так, это еще говорит о чем, что последнее время, последнее время. Я хочу сказать, приехал с тут священник один протоиерей, он 30 с лишним лет дружит с моим братом, протоиереем отцом Иакимом. Ну и идем дорогой, он и говорит, вот притча Христа, шел из Иерусалима, Верихон, изранили. Почему Господь вывел именно самые отрицательные фигуры священника, прошел мимо и даже не тормознул? Я говорю, наверное, Господь знал это состояние священства. А теперь, вот вы говорите, обличаете, для вас авторитетов нет, как Андрей Кураев обо мне говорит, Игнатий, все эти ваши соборы не нужны. Так сказал Господь и все. Любимый пророк у меня Михея Иеремия. Я говорю, скажите, вот у вас епархиальное собрание сегодня, там, в Тульской епархии. Ну и там, ясно, секретарь сидит, все священники собрались, и вдруг приходит кто-то, одетый, ну вот как я, на мне самое рваное, там, залатанное, перелатанное-то. У вас что тут происходит? Епархиальное собрание, тут владыка, тут метрополит, то другое, серапион тут ведет так. Отойди в сторонку. Я прохожу туда к ним. Стой, стой, заходит и говорит, владыка, святый истинный. Вот тут пришел человек, одетый, какие-то стоптанные сапоги, да я не рассмотрел, он разулся, босиком стоит сейчас. Принять его или не принять? А кто это такой? Откуда он? Да я ничего не узнал. Но он говорит, так говорит Господь. Ну ладно, братья, давай запустим, запустили. Вот он заходит, этот человек говорит, слушайте, князья Содомские и Гоморские. Это еще до Андрея Кураева, это голубое лобби. Я говорю, вы приняли бы или нет? В епархии? Нет. Я говорю, пророк Исаия, первая глава. Вы князья Содомские и Гоморские. Почему так говорит Иоанн Златоуст? Содома и Гоморры не было. По поведению, по-вашему. Вы примете его? Не примете. Как вы меня можете принять, когда эти слова вам говорю? Я вашего не ищу, я вас ищу. Вы заблудили ни одного, ни двух. Вы миллионы ведете. И у меня есть выражение такое, которое, ну я 53 года иду евангельским путем. в православии. Я говорю, монашество в том виде, в котором оно есть, которое пришло, оно принесло зло, недобро, зло сто крат больше, чем вместе взятые коммунисты, фашисты, масоны, язычники. Почему? Они высасывали силы из народа, самые искренние, и гробили за стенами, и уходили в песок, не давая потомства, как Сидоров пишет. Вот в чем дело-то. Я за монашество, у меня руками. Какое? Когда один человек для Бога, который незамужний, неженатый, любит Господа, как апостол Павел говорит, всем умом, всем сердцем, готовит миссионеров, по всему миру посылает и докармит старых, которые одинокие на поприще на этом пострадали. Вот какое нужно монашество, а не то, что дали обед, а теперь женитесь друг на друге, там сидите. Я обязан это сказать. Андрей Кураев говорит, Игнатию, разницы нет, кто перед ним? Ваши эти каноны, что вы придумываете, новые, а для меня, говорит, не все равно. Я думаю, что епископ скажет, как бы ни убрали. И когда его толканули, я говорю, Андрей, радуйся, ты сейчас начнешь жить в свободе, тебе такие таланты зарытые, ты раскопаешь их. Почему в церкви, это писал Краснов-Левитин, церковный историк, шесть строков отсидел в сталинское время, государство больно, трусость и корысть, корысть и трусость. И этим трижды больна моя родная православная церковь. Без денег шагу не можете шагать. Бизнес устроили. У вас храмов-то нет, а вертепы разбойников строите. Уничтожьте эти соприна. Дайте людям вздохнуть, дайте Евангелие. Вот приезжал отец Игумен Сахаров, у нас здесь, к нам в Потеряевку. Он это все увидел. Игнатий не вписывается ни в какие рамки. И вот он говорит, ему разницы нет, кто может часами плакать в церковной ограде. Дайте людям доступ ко Христу. А что делать? Вот эти прессовицы были в храме Христа Спасителя. Я говорю, закрыть на большой замок храм. Три месяца. Плакать и молиться, чтобы у вас слез было больше, чем в канале. И чтобы Патриарх день и ночь был с вами. К ним пальцем нельзя прикасаться было. Я ходил вокруг храма Христа Спасителя со своей группой, и мы молились, и простирали руки, и стояли на коленях. Откроем глаза, Господи. Помилуй Патриарха Президента. Что они делают? Главное, это вина ваша, что вы не дали людям Христа доступ ко Христу. Вы этой мишурой окружили елками разными. Я ничего не выдумываю. Игнатьево толкование. Нет моего толкования. Нет. Андрей говорит, Игнатьево ничего не толкует. Он просто раскрыл целые пласты. Пласты. Забытые нами, отвергнутые. Я слишком много потратил на это времени. С канонами три года провел. С житиями, и с этим насчитывал 50 книг. Почти 9 лет у меня ушло на это. И я думал, когда народ это узнает, истину, они на клачки разнесут, что у них такое заблуждение, люди умирают и кричат. Не тут-то было. А народу моему говорят, нравится это, что они безобразничают. Нравится народу. Извините. Извините, Игнатьев. Грехами народа воспитает. Вот сейчас вы... Говори. Извините. Извините. Вот сейчас, когда вы сказали, что когда народ узнает, да он на клачки порвет. Вот так Солженицын думал, когда он был в Америке. Он думал, сейчас приеду, я расскажу. Расскажу. В парламенте, в этой доме. И услышит. Вот он здравые вещи начал говорить. Это человек, который правда Россию любил. Который переживал, посвящал свою жизнь. Который имеет и опыт. И уже у него своя программа была. И он думал, сейчас на ура его примут. Но когда он приехал, что сделали? Посмеялись над ним, когда он на трибуне выступал. А им это не надо. Им не надо. Им вот эти кресла нужны. И что тут? Все понимают, что им надо. И они понимают, что им надо. А он рассчитывал на порядочность. А там порядочности нет. Там порядочный не может оказаться. Не может. Вот как и сейчас. в руководстве религиозной оказаться ну малейшее непослушание. Малейшее вот как сейчас взяли этого. Убрали там. Кураева убрали. Неугодные убирают. Вообще вообще забыли, что есть Бог. Да. Вообще забыли. Я вставлю ставочку небольшую. Они не боятся. Такой был Григорий Петров. И он митрополит писал. И вместо царствия Божия выстроили царство попов и монахов. Да. Заменили. Заменили собой. Чтобы у них спрашивались. Чтобы они управляли. Чтобы им ручки целовали. Чтобы им кланяли. Садели царские одежды. Наряды такие. На каждый чуть ли не на каждый день разные. Голубое тогда. Такое тогда. Короны. Блестит. Вот это все. Ужас. Бога не бояться. Бога не бояться вообще. А начало мудрости страх Господень. Они безумствуют. Они все безумствуют. Кто бы он ни был. Академик там. Профессор. Богослов. У них богословы эти. Как доктора богословия. Это мерзость пред Богом. Быть доктором богословия. Вот среди людей это нечто. А пред Богом все это мерзость. И вот они не боящиеся Бога. Они по сути когда весь мир мир всей мудрости своей не познал Бога. Всей мудрости. Потому что невозможно. Царствие Божие превыше всякого разумения. Не познал Бога. То угодно было Богу юродством проповеди. Потому что эти говорят да это безумие. Лапкин да он безумие несет. Он там хулит. Там он кричит. Он голос повышает. А что он на нас кричит? А что он голос? Вот когда в аду будут они гореть. Вот тогда они будут нам бы вернуться. Пускай Лапкин нас хоть ногами топчет. Плюет. Пускай хоть там его за ним выносить будем. все служить будем на уликах собаки ему. Только отсюда только вот все будем делать. А сейчас Ах Игнатий Игнатий так сказал на того-то. Вот кому-то он так сказал а он переживает. Вот Игнатий на кого-то голос повысил а он бедный батюшка переживает. А отец там сопливый сидит какой-то обличитель. Они это уже не безумие. Это не безумие уже. Это уже бесовщина. Просто бесовщина. Даже по-человечески. Просто по-человечески. Возьмет здравый человек. Он послушает. Просто человек с мира. Вот как говорят. Он увидит и он не будет такое нести. Он скажет Игнатий это порядочный человек. И уважают прокуроры уважают. Мир уважает. А кто ненавидит? Кто ненавидит? Вот они и ненавидят. А Господь говорит, что не о них только молю апостолы были рядом, но и о верующих в них. По слову их. Не молю тебя, Господь Отцу молился, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их в мире от всякого зла. Вот в мире вот по себе посмотрите, кто вам зло какое сделал? Да никто. Вас уважают, вас почитают, ну, насколько я вот смотрел, да, от зла в мире. Если христианин, к нему никто не прикоснется даже в мире. Его почитать будут, даже боятся. А вот верующие, верующие, вот эти плевелы, вот они будут ненавидеть, и убивать будут, и будут думать, что делают угодное Богу. Какому Богу? А их Бог, их дьявол, он их ведет, он ими управляет, и они угодно ему делают. Он обманул, что он Бог. А почему? А как он обманул их? Через грех. Вот они возлюбили похоти отца своего, дьявола, и вот через это он их обманул. Вот они грешат. Вот православный, например, может быть, православный вор, православный прелюбодей. Вот кто ты, прелюбодей? Православный, да. Кто ты, вор? Православный, да. Кто угодно. Вот так научили, вот так ввели людей в такую тьму, в такую яму загнали, в погибель. А Игнатий открывает глаза и говорит, что вы же погибшие, вы погибшие все, но услышат только овцы, услышат. Они поймут, что они погибшие. И приняв учение Лапкина, именно учение Лапкина, Игнатия Тихоновича надо принять. Это не так, как бы он сказал. Да, это его учение. Это учение Божие, это дух Ильи, говорит, Иоанн Креститель. Крестит уже не в эту воду, как там, а уже крестит в воду, которая из чрева его идет. И вот кто принимает это крещение, вот тот сможет уже принять Христа, спастись. А кто отвергнет, тот будет гнать Христа, ненавидит и не примет его. Вот как не приняли фарисеи, книжники и так далее, и так далее, и так далее. Вот так. Я хотел сказать одно слово. Господь сказал так, славу друг от друга, говорит, принимаете, а от единого Бога не ищите. Тут приехал главный сихтовед, с Америки засланный сюда, считаю, Дворкин, Александр Леонидович. Ну, и пархиальные тут засуетились, собрали силовые структуры, тут и милиция, и КГБ, а там сидит человек среди них, завкафедрой, одной еще, и она мне потом передаст и говорит, ну, кто-то, я не знаю, кто-то сказал ему, Дворкину, скажите, а кто такой Лапкин? Он со мной не встречался, книги не считал, а я у него все книги все считал. О, это псевдоправославный, то другое начало, и друг, говорит, за ним слово берет представитель КГБ, называет его по фамилии, там, звания, там, и говорит, а мы, говорит, Лапкина уважаем. Я по их ведомству три раза проходил, когда мы арестовывали, сажали, у него, говорит, камня за пазухой нет, вот какой он есть, такой и говорит, и они сразу сели. Вот и все. Они им не верят, даже из КГБ не верят. И когда я был в Америке, ездил там на благовестие, меня спрашивали, а какое вам зло КГБ сделали? Я говорю, никакое, как бы ни они, вы бы про меня не знали. Я реабилитирован, они обо мне говорили, у меня отношения со всеми хорошие. Единственное, что это те, которых вот по неволе приходится обречать, они против. У меня врагов вообще никаких нет, тем более я за этих, там молюсь за всех. А враг только тот, которого я буду считать врагами. А я их врагами-то не считаю, я молюсь за них. И вот, они не ищут славы от единого Бога. Они добивают отставших. И вот один там с Куратовски, с Америки, якобы из Баптистов пришел, никуда он не пришел. Он такой есть. И вот он начинает, а вот я тут нашел, у Игнатия там душа такая, и я ей говорил, она ушла из общины. А он не знает ничего. Она была в разных-разных сектах где-то, и она пришла через проповедь, которые я занятия вел в университете. А потом она вдруг сиганула и к Иговистам ушла, свидетели Игова. И теперь я с ней занимаюсь каждый день, и она возвращается. Нестойкая душа, она хорошая. И он теперь радуется, что она ушла. Куда она ушла? Она одинокая. Она не все потеряла. А он этим похваляется. И стыдятся они, не делая зло. Говорит, нет, не стыдятся. Писание все это предсказало. Я благодарю вас, что вы вышли на меня. Благодарю. Они работают, они работают на Евангелие. Они бы как не хотели. Как бы дьявол не старался делать против, а все равно, получается, они на Евангелие работают. Я вот смотрю, смотрю ваши, вот кто принял Иоанново крещение, они уже приняли его. Их ничем не собьешь. Уже никакие Скуратовские там, хоть там сто Скуратовских будет. Никто их уже не собьет с пути. Уже все. Мы можем сегодня проститься сейчас. У меня ребята на работу там или куда они уходят уже. И когда у вас что-то будет, желание, материалы, ну в это время вы можете заходить. Кроме за воскресенье, в это время мы на литургии, на божественной служим. Так что я вас, Евгений Георгиевич, сердечно благодарю. Я Бога благодарю за ваше служение, ваше служение. И... Алло. Да я слышу вас. Слышу. Я признаю, я признаю ваше служение божественным и от Бога. Во спасении это служение. Это великая милость Божия православному народу открыть глаза и показать, что погибшие и все. Ни одного нету спасенного. Вот сейчас православных собери всех от верха до низ, справа, слева, с востока. Ни одного спасенного нету. Вот только кто примет учение Игнатия Лапкина, казалось бы, да, вот сколько на себя берет, вот еще один появился, заявляет, так, вот еще катакомбник, наверное, какой-то, посмотрите на него. Это ж... Пускай, пускай смотрят. Когда говорят, они критикуют Игнатия, что ой, как он ходит, это его имидж, там, в сапогах, так одет он, это специально. Я сказал ему, это не специально, это его образ жизни. Вот Иоанн Креститель ходил во вретище, не потому, что себе он какой-то там имидж, вот он такой и все, и он не подлаживается под этот мир, под эти костюмы, под эти короны, какие надели на себя, одежды, и все. Ему предлагали быть священником, а если по человеку, а почему нет? Не пошел. Бога благодарит за все, прославляет Бога. Вот православный, вот он один православный. Вы кто славите Бога? Правильно славить Бога. Во-первых, он славит так, как он знает. Правильно это, неправильно, это пред Богом. Но он во всем говорит, слава Богу, это Бог, это не я, а это все Бог. Это все Бог. А эти храмы строят, там два кирпича положат, уже они хотят прославляться. Вот кто сколько денег, покупают все царствие. Господь говорит, и ты подумал, что я такой, как ты. Ну ладно, Игнатий Тихонович, а если позвонить, то в течение дня, например, если не вот утром, вот так, а в течение дня. Можно, 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 до 17 по московскому времени, до 17, после этого у нас лишь... Ну, в этот промеж? Да, вот-вот, с утра... Понятно, в этот промеж? Да. Не, ну сегодня-то суббота, сегодня после 17, до 17 никак. Сегодня на службу мы идем, ну, по Москве, я сейчас скажу, сколько, это у нас 4. до часа дня. Да нет, сегодня, конечно... Ну ладно, как дозвонюсь, если дозвонюсь, не дозвонюсь, не дозвонюсь, заранее зачем. Если Богу угодно, будет общение. Алло. Хорошо, я отхожу. Отключайте меня. Если Бог... Да. Все. Если Господу угодно, он устроит. Во славу Божию, благодарю вас. С миром. С миром. Бога благодарю. Спасибо, Христос. Вот откуда еще, человек неизвестный, первый раз слышу, я о нем даже не слышал. И вот он пришел сегодня и говорит такие слова. Тут сейчас некоторые за это ухватятся. А вот Игнатий говорит, а Игнатий говорит то, что в Библии написано, дальше-то он говорит, вы дальше слова, они обрывать опять будут. Учения моего нет никакого. Это с чего ради оно мое учение-то? Если есть мое учение, я епископу нашему говорил, вы покажите хоть один раз-то. Где? Нету ничего. Но если я говорю о чем-то, о том, что люди должны знать Христа, родиться свыше, быть вадимым Духом Божиим, это мое учение. Я говорю, чтобы совершали правильно таинство, таинство, все извращено. Это что, мое учение? Это все каноны об этом говорят. Чтобы эпитемии были, это учение мое. Оглашенный изъедите, не выполняйте, не знаете, кто оглашенный. Это мое учение. Мое учение нет, еще раз заявляю, совершенно нету. Если кому кажется, что есть мое учение, но он имеет в виду только одно, что Евангелие, Святые Отцы, каноны и Жития Святых. Хоть четыре параметра, по которым я стараюсь жить. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.